А проходите, можете сюда, пройдите, можете сюда. Евгений Дурновцы встречает каждого посетителя, как гостя в собственном доме. К подбору персонала в этом кафе относятся серьезно. Хорошие манеры и вежливость – обязательное условие для каждого сотрудника. Тренинги и семинары проводятся регулярно, как и конкурсы профессионального мастерства. В последнем из них Евгений стал победителем. Свой подход какой-то, свое обслуживание, своя манера обслуживания. И я думаю, что у меня здесь свои секреты, но раскрывать я их не хочу на камеру. Я думаю, что в принципе-принципе, просто нужно с теплотой, с душевной теплотой, с добротой относиться к каждому человеку, и тогда все будет хорошо по жизни, я думаю. Мелена Ланштайнер-Майлян живет в Австрии, но часто бывает в Сочи. Для встреч с друзьями обычно выбирают одно и то же кафе. Говорит, что кроме вкусной еды здесь подают еще и порцию хорошего настроения. Мы уже не первый раз здесь, в этом месте встречаемся. У вас именно очень хорошо они обслуживают, они очень культурные. И у них всегда на лице улыбка. То, что очень главное для посетителя. Кавказское гостеприимство и высокий профессионализм сотрудников одной из дравниц курорта заставляют жителя Ханты-Мансийска Алексея Вандренкова вновь и вновь возвращаться на Сочинское взморье. Свой отпуск он проводит на главном российском курорте уже седьмой раз. Однажды получив и квалифицированную помощь, и море, и чуткое отношение персонала, то уже не ищешь чего-то лучшее, а возвращаешься уже как к себе домой. В свою очередь санатории считают, на отдыхе туристы ценят не столько комфорт, сколько доброжелательные отношения обслуживающих их людей. Пытаемся уделить нашим гостям максимальное внимание, выслушать все их просьбы, соответственно, разместить их по их просьбам. Кто-то хочет ближе к морю, кто-то хочет ближе к лечебной базе. То есть, учитываем все пожелания, идем навстречу нашим гостям, пытаемся помочь во всех вопросах. В Сочи получают уникальное постолимпийское наследие – дороги, коммуникации, социальные объекты, конечно же, новые отели, рестораны и торговые центры. Обновляются все стороны жизни города, в том числе и сервис, а именно отношение работников сферы обслуживания к своим обязанностям. Тренинги по основам гостеприимства уже прошли во всех районах Сочи. Их посетили более тысячи продавцов, официантов и отельеров. На уроках вежливости моделировали реальные ситуации с повседневной жизнью. В основном работников сферы обслуживания обучали технике вежливого поведения в конфликтных ситуациях. Ну а принимать экзамен у сочинских продавцов, официантов и портье будут уже совсем скоро тысячи туристов со всего мира во время Олимпиады. И, пожалуй, от того, насколько успешно он будет сдан, зависит не только впечатление о городе, хозяине зимних игр, но и дальнейшая судьба Сочи как курорта международного уровня. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.